Здравствуйте! Это «Легенды цирка». Меня зовут Эдгард Запашный. Воздушная гимнастика – один из самых востребованных жанров циркового искусства. Трапеции, ремни, полотна, дисциплин – очень много. Что тянет человека вверх? И правда ли, что многие воздушные гимнасты боятся высоты? В чем парадокс этой профессии? Цирковые артисты раскроют секреты своего мастерства, расскажут о своих взлетах и даже о своих падениях. Смотрим! Работа в воздухе – красивая и завораживающая. Под купол всегда поднимались самые смелые и отчаянные. Но в последнее время высота манит и тех, чья работа не предполагает такого риска. Над манежем поднимаются и жонглеры, и эквилибристы, и клоуны. Чем же так притягивает эта самая высота? Ведь быть воздушным гимнастом означает каждый день подвергать себя смертельному риску. Как и почему падают воздушные гимнасты? И в чем парадокс притяжения этого опаснейшего жанра? Один упал с огромной высоты, отрыхнулся, встал и пошел. А другой упал с трех метров и разбился насмерть. Как, наверное, написано у тебя на роду, так и будет. Почему высота так манит? Ну, это легкая, да, наверное, какая-то степень шизофрении я это называю. Как правильно гимнасту выбрать своего человека? Для меня очень важно взяться за руки вот так вот. И рубрика «Рискни запашным». Рискнул полетать. А теперь можешь подняться, не хочешь? Да подожди. В марте 86-го года на глазах зрителей гомельского цирка почти из-под самого купола упала и разбилась клоунесса Ирина Асмус. Всеми любимая Ириска из Абвгдейки. Для чего она рисковала жизнью и помимо клоунских реприз работала в воздушный жанр, хотя могла этого не делать. Ей хотелось рисковать и поражать воображение зрителей. Ведь воздушные гимнастки в цирке всегда считались примами. Воздушный жанр во все времена всегда пользуется популярностью у зрителей. К воздушной гимнастике в цирке относятся все номера, которые исполняются непосредственно в воздухе над манежем. Полотна, кардепарель, ремни, трапеция, кольцо – это только малая часть жанра воздушная гимнастика. Говорить о его разновидностях можно часами, поэтому остановимся пока что на перечисленных. Между собой цирковые называют эти виды воздушного жанра вертикальными. Это жанр, связанный с риском. Это жанр опасный. Работа на трапеции и в кольце считается довольно старым жанром. Все остальные разновидности воздуха, а именно так сокращенно называют воздушный жанр, сравнительно современные дисциплины. Они демонстрируют красоту, пластику и силу. Титаническую работу человека в первую очередь над самим собой, его собранность и концентрацию. Еще должно быть в голове ответственность перед собой, перед окружающими и даже перед зрителями, что ты не упадешь, что ты исполнишь трюк правильно, исполнишь трюк чисто, красиво и со вкусом. Считается, что лучше всего воздуху обучаться с детства, чем старше человек, тем сложнее освоить работу над манежем. Вот я предпочтение отдаю цирковым детям, потому что они изначально на генетическом уровне уже полдела сделано. Они на клеточном уровне схватывают. У них трюковая интуиция уже совершенно другая, чем у людей с улицы. Получится ли из артиста цирка хороший воздушный гимнаст, опытные тренеры видят сразу. Для этого им достаточно пары минут. Начинаю я просто, несмотря ни на какие-то индивидуальности, я просто человека вешаю на кольца сначала, в две руки. В две руки. И тестирую его, ну вот он с двух рук должен завести, там ноги врозь вот сюда, да, за руки. Потом ножки две вместе в стороны вот сюда. И уже протестировав его на этом упражнении, я уже вижу вперед на лет пять, на что он способен и что с него можно, как говорится, выжить. Гимнастка Елена Петрикова помнит, как сама в 13 лет решила осваивать новый для себя жанр – кардепарель. Это работа на канате. И в цирке она считается одной из самых сложных. Когда я начинала в 90-е годы, у нас, конечно, не было всяких красивых, удобных канатов, которыми пользуются сейчас. Я начинала на обычном канате, который папа взял в порту во Владивостоке. Вот чем корабли швартуются, на том и начинала. Потом достался мне более легкий канат. Он был очень тяжелый и было очень больно. Я даже работала в бинтах. Ноги перебинтовывала, потому что все в кровь раздиралось. Каждый репетиционный день юной девочке заканчивался слезами. Это уже потом канаты для работы в цирке стали делать с использованием синтетических нитей. Сейчас используют специальные плетения, чтобы не было больно. Тогда же Петрикова себя буквально истязала, стирала руки и ноги в кровь. Да еще и работала она. Кардепарель настоящий, классический. Когда ты взялся за веревочку, полез, уполз туда, и там ты работаешь 7-8 минут и слезаешь на своих руках, на своих ногах, то есть ты держишься, находишься в воздухе. Я работала классически, да. Что-то после меня пока никто не работал. Минутка скромности такая. Это правда очень тяжело. Однажды во время работы Елена сильно повредила спину. Врачи запретили подниматься в воздух. Но, думаете, она послушала? Как и многие воздушники, получавшие травмы, конечно, нет. Ну, это легкая, да, наверное, какая-то степень шизофрении, я это называю. Это болезнь, которая тебя вот накрыла с головой. На удивление всем, очень скоро гимнастка пришла в форму. И еще много лет работала сложнейший классический жанр. Позже перешла на полотна. И даже подругу с собой прихватила летать. Полотна. Их придумали на родине воздушного змея. В Китае еще в 17 веке. Но известность этот жанр получил только в 21-м и в Европе. Где-то, наверное, в 80-х годах, если не соврать, не могу сказать точно, девушка показалась в фестивале на Монте-Карло. И она привезла как раз эти полотна. Они были мягкие, тянущиеся. И она делала там такие красивые всякие вещи. И это был прорыв, конечно. Все заговорили об этом сразу же. Почему никому не пришло это за много лет в голову, непонятно. Сегодня с полотнами работают не только в цирке. Этому жанру обучают и в спортивных залах, и в небольших секциях. Но если этим заниматься всерьез, то становится очень сложно. Эти полотна продеваются в специальное кольцо, карабин. Да? Да. И к нему крепится вертушка. Это по-другому еще называется машинка вращения. Как вам удобно. Используются специальные альпинистские карабины. Чтобы не было вот такого случайного открытия карабина, используются карабины с секретами. Пам! Да, я такое очень люблю, карабин. Так, дальше. Это что? Это груз, чтобы полотно не ушло наверх без человека. Понятно. Рубрика «Рискни запашными». Садись на мат. Так, я сажусь. Еще чуть-чуть опусти вниз. Так, ничего страшного, что кроссовки. Ты сейчас делаешь заплет, который я должен делать самостоятельно. Ну да, но тут надо поднимать свое тело. Зачем директору мучиться? Все. Поднимать-то это понятно. Но такой заплет же надо уметь делать, правильно? Ну умеет, но мы же не будем сейчас еще тебя учить. Ага. Вот. Так, подожди. Ты полетел, директор. Сейчас все, что из карманов у нас высыпется. Да, оно у меня. Ага. Сможешь меня взять в ручки? Слушай, больно? Больно. А ну опусти вниз. Опусти вниз. Опусти. В полотнах очень много надо терпеть боли, потому что очень часто и перетягивается и в животе, и на руках, и на ногах. Это полотно, которое тебя стягивает. Если оно стягивает, больно, значит надежненько. Так, ладно, будем терпеть. Поехали. Больно. Повиснет? Ну давай попробуем. Ох ты. Опускай, 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 опускай. А теперь можешь подняться, не хочешь? Да подожди. Давай другой. Это больно, ребята. Это больно. За что воздушные гимнасты благодарят Бога? Мне опять же повезло, я летела по кругу и упала вот сюда. Где нет барьера. Где нет барьера. Упасть с высоты пятиэтажки и выжить. Возможно ли это? Я, наверное, одна из немногих, которая вошла в историю цирка, как чудесное падение. И рубрика у девиза Пашного. Кто меня просто покорил? Я воздушная гимнастка весом 120 килограмм. В свое время отец Елены запрещал ей заниматься воздушным жанром. Однажды он сам сорвался с высоты. Вместе со своей женой, мамой Леной Бараненко. Это был центральный проход, где зрители выходят прямо на цемент. И как бы мама умерла, в общем-то, от болевого шока. Папа сильно потравмировался, но он долго останавливался. Но, слава Богу, я жив-здоров и, дай Бог, мы здоровы. Елене не было тогда и 10 лет. И после этого она долго не поднималась в воздух. Но, видимо, Гены взяли свое. И две Елены стали партнершами в номере полотна. Обычно в паре работает парень и девушка. Здесь же они были одной комплекции и поднимали в воздух друг друга. Сложно и эффектно. Нагрузки просто космические. Учитывая тот факт, что они обе до сих пор боятся высоты. На самом деле это очень клево, интересно, весело. Получительно, познавательно. Но как-то так неприятно, когда оно так делает. Каждый раз, когда воздушные артисты взмывают вверх и стремительно обрываются вниз, зрители замирают. Ведь этот жанр работает без всякой страховки. Полотна просто запутаются в страховочном тросе. Самая главная страховка для каждой из них – это крепкая хватка партнера. Это вот чуйка, это сложная какая-то химия. Это, наверное, вот как вот люди встречаются, женятся, да? Вот так же в паре получаются воздушные гимнасты. Для меня очень важно взяться за руки вот так вот и почувствовать, как человек тебя держит и какая ширина руки у меня очень тоже важна. От самого полотна, на котором работают воздушные гимнастки, тоже зависит немало. 15-метровые ткани заказывают только в проверенных магазинах. И для каждого номера в этом жанре – свои. Это зависит от трюковой части. Потому что если, как мы работали с Еленой Бароненко, моей партнершей, мы работали ремневую работу, да, по сленгу цирковому. То есть мы не делали таких очень сильных обрывов на несколько метров. Вот это все нам как раз нужны были жесткие полотна. А девушки, допустим, работа которых основана на обрывных трюках, да, на больших обрывах, там, как Катя Шустова, то есть, когда много-много наматываешься, по огромной высоте летишь, тебе нужно, чтобы полотна растягивались. И это совершенно другая ткань. Ну, у нас в простонародье это называется масло. Это ткань, которая тянется как раз для обрывной работы. А более жесткие – это стрейч-атлас. Сейчас мы используем хорошего качества, конечно, и обязательно сертифицированный. Полотно не должно быть скользким. Помимо этого, скользкими не должны быть руки и ноги. Для этого на помощь гимнастам приходит магнезия или канифоль. Не из-за того, что нам хочется, а из-за того, что это безопасно. Она действительно с канифолью хорошо растворяет. И у нас, ну, как бы, если даже ручка вспотела, ну, от страха, да, ручки потеют. Ну, вот мы же тоже можем испугаться в работе. Или разволноваться, или просто жарко, или дождь пошел, да, вот влага, влажность. Но у канифоли есть особенность. Она может вступать в химическую реакцию с другими веществами на теле – кремами или жидкостями. Этого нельзя допускать. Иначе это может стоить воздушному гимнасту жизни. Что однажды едва не случилось с Мальвиной Абакаровой. Во время ее работы с мужем на ремнях в швейцарском цирке Кни. Немножко был на улице дождик, я шла с зонтиком, открыла шапито вот этой рукой, и попала вода. Но мы канифолим все равно. Просто много раз так было, а вот именно в этот раз, может быть, было более скользко, чем всегда. То есть дождик был не первый раз, и работали мы в шапито не первый раз. Но именно в этот раз вот вода с канифолью дала какой-то эффект такой скользкий. Во время исполнения одного из своих авторских трюков гимнастка сорвалась и упала с высоты около 10 метров. Сейчас прыгать будет. Этот трюк, с которого ты упала? Вот этот трюк, с которого я упала. Да, я висела на более прямых локтях, совсем на прямых. У меня просто вот соскользнула рука. У супруга Мальвины Валерия, он же партнер по номеру, в это время руки были обмотаны ремнями. Он физически не мог ни подстраховать, ни поймать жену. У нее падение шло там буквально секунду-полтора. У меня в глазах, вот когда она летела, наверное, минуты это было. Я вот до сих пор помню вот этот шея, разрыв рук. Вот смотрю, только она летит вот так вот, сидя. Вот до сих пор в глазах так вот. А я по кругу дальше лечу. Увидел, она упала. Ну, естественно, шок у всех. Просто там как агония. Мне опять же повезло, я летела по кругу и упала вот сюда. Где нет барьеров. Где нет барьеров. Мальвина получила многочисленные переломы, но, к счастью, осталась жива. Восстановилась и даже хотела снова подняться в воздух. Но спустя время решила не испытывать судьбу. Сегодня она стоит на лебедке, а в воздушном номере с Валерием работает новая партнерша. Нечто подобное пережили и гимнасты Екатерина Запашина, и Константин Растегаев. В такой же ситуации, как когда-то Валерий, оказался и воздушный гимнаст Сергей Волков. На фестивале «Идол» его партнерша Ксения Ёлкина сорвалась и упала с 12-метровой высоты. Это был мой любимый трюк, на самом деле. Это когда Сережа сверху стоит в кресте и опускается, я к нему подтягиваюсь. Это был трюк поцелуй. И мы это делали по кругу. И я не знаю, наверное, я отключилась. В отличие от Абакаровой, Ёлкина упала на манеж, зацепив барьер. Это было страшно. Я, наверное, одна из немногих, которая вошла в историю цирка, как чудесное падение. Я могу сказать, что все говорят, что время лечит. Время не лечит. Я в 6 лет живу с этим. Каждое утро я благодарю Бога за жизнь. Их номер на цепях был одним из самых ярких на международном фестивале ИДОЛ-2015. Опасный, сложный, новый. Никто и не предполагал, что закончится он трагично. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Вообще не поднимать эту тему. Тема падения. И мы об этом даже не разговаривали. Никогда. Мне кажется, что я на высоте себя чувствую безопаснее даже, чем на земле. Считается, что все воздушные гимнасты очень похожи друг на друга. Это не так. И для рубрики «Удиви запашного» я нашел несколько нестандартных воздушных гимнастов. Виктор Кочкин – участник «Минуты славы». Парень без ног. Но это не мешает ему заниматься воздушной гимнастикой. А вот американская гимнастка Бетти Готхарт. Она вошла в книгу рекордов Гиннесса как старейшая воздушная гимнастка. Но особое внимание хочу уделить Диле Абдулаевой. Я воздушная гимнастка весом 120 килограмм. Сегодня герой рубрики – это не просто человек из народа. Родители Диле – цирковые. И с детства девочка мечтала быть гимнасткой. Вот и стала ей. Парит в воздухе на высоте нескольких метров. Многие меня спрашивают, почему я так рискую, поднимаясь в воздух. Вы знаете, это, скорее всего, дань благодарности моей мечте. Я не могу ее предать. Она исполнилась. И часть риска уже стала неотъемлемой частью моей жизни. Не поверите, но я очень боюсь высоты. Очень боюсь высоты. Сегодня она мировая звезда. Ее знают в Европе, Латинской Америке и Китае. Спустя много лет у меня появилось много подражателей, много людей, которых я вдохновила, мне пишут в соцсетях. И это прекрасно, что люди начинают верить в себя, может быть, посредством моего примера. Диля, за твою целеустремленность и веру в саму себя личный подарок от меня отправляется именно тебе. Что движет теми, кто, несмотря ни на что, стремится вверх? Адреналин? Чувство свободы? Когда ты работаешь в воздух, у тебя есть ощущение, что у тебя появляются крылья. Это очень круто. Крутки, обрывы, шпагаты, бланжи – это уже не просто трюки, а выражение эмоций. Сегодня выступления воздушных гимнастов похожи на мини-спектакли или короткометражки. В них захватывающие сюжеты, драматургия и напряжение. Все это делает воздушный жанр только совершенней и интересней день от дня. Одно неизменно – он по-прежнему остается опасным, и одним из самых любимых у зрителей. Обычно я говорю – не пытайтесь повторить этого дома. Но если душа требует полета, почему бы и нет? Сейчас во многих спортивных и цирковых студиях вы можете легко попробовать себя в роли воздушного гимнаста. Как говорится, приобщайтесь к прекрасному. Ну а если вы уже делаете то, от чего у других захватывает дух, то снимайте свои видео и обязательно присылайте их нам. Мы это покажем. Это были «Легенды цирка». Меня зовут Эдгар Запашник. Всем хорошего настроения. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова